МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И результаты уже есть. Специалисты Министерства промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД и нашей съемочной группой провели рейд по проверке легковых такси. В 2018 году было подано разрешение в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период того же года, предыдущего года. Министерством проводится работа по урегулированию рынка такси и созданию цивилизованного рынка в данной сфере, который должен отвечать безопасности пассажиров, и повышение качества и комфорта по перевозкам пассажиров. Для обеспечения безопасности прежде всего нужно, чтобы водители проходили предрейсовый осмотр, как личные, так и автомобили. Еще совсем недавно на сайте какого-нибудь интернет-агрегатора можно было регистрироваться кому угодно с любым транспортным средством. Теперь такие случаи исключены. Между министерством и службом такси проводятся регулярные мероприятия по созданию цивилизованного рынка. Мы с нами заключены соглашения, где мы еженедельно совместно с Департаментом транспорта, СУМВД и ГИБДД проводим так называемые рейды, в рамках которого мы останавливаем и привлекаем водителей, проверяем их на соблюдение всех обязательных требований. Министерство не отнимает работу, оно лишь требует соблюдения закона, главный смысл которого – безопасность и взаимовыгодность. Те, кто работает легально, с этим согласны. Но те, кто еще только помышляет о легальности, но уже пытается зарабатывать, недовольны. Штрафы для водителя – 3000 за отсутствие путевого листа и столько же за отсутствие предрейсового осмотра. Солидный сдерживающий фактор. Солидный сдерживающий фактор. Водитель лукавит. Заявку девушка отправляла через интернет-службу. Он ее получил, но разрешения на перевозки еще нет. Девушка результатами проверки довольна. Я вызвала такси от дома до мемориала, и нас здесь остановили в качестве проверки. Я считаю, что это правильно, то, что таксистов проверяют, потому что зачастую заказываешь такси, и они ведут себя очень грубо. Один раз мне вообще угрожали то, что меня куда-то сейчас завезут и не найдут. Действительно, не прошедший должной регистрации водитель может так сделать. Найти его, и его машину будет сложно. Не все нелегалы, жулики и бандиты. Тем не менее, для собственной безопасности каждый пассажир имеет право попросить у водителя документы, подтверждающие его легитимность. Водители обязаны иметь при себе все сопроводительные документы. Подать заявление на разрешение на оказание услуги по перевозке пассажиров такси можно тремя способами. Через единый портал госуслуги в ближайшем МФЦ или Департаменте транспорта по адресу Ульяновск, улица Фруктовая, дом 7. Заявителю нужно заполнить соответствующее заявление, предоставить копии паспорта заявителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, при необходимости заверенные копии договоров, лизинга или аренды. Срок выдачи разрешения с момента подачи заявления 14 дней. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.